Всем привет! Я рада видеть вас на своём канале. Да, я пропала на довольно долгое время, но теперь я снова с вами. Да, у меня был, можно так сказать, отпуск. И хочу рассказать в этом видео о своих покупках. Сначала я расскажу об уходовых и потом о декоративных. Но я думаю, что это всё будет в одном видео, потому что покупок было мало. Так, начнём. С ухода. Для тела я купила гель для душа от Palomaleve. Натуральный, натурель, тонизирующий, с экстрактом грибфрукта, сочный грибфрут, гель для душа. Он такой классный, такого красивого оранжевого цвета. Прямо сразу такое настроение весеннее, пробуждающее, такая энергия. И пахнет он безумно классно. Такой бодрящий аромат вкусного, такого сочного апельсина. У меня прям даже слюнки потекли. Не знаю, не пробовала, но я думаю, что, безусловно, это нормальный, обычный гель для душа. Вот, могу поближе показать. Так что, когда попробую, потом расскажу. Следующее, это было для волос. Первое, это я купила шампунь от Pantene. Не знаю, вот кому как, но мне он нравится, потому что он хорошо очищает кожу головы, потому что сильная вот эта вот сальность, которая зимой, из-за шапок. Это, конечно, всё безумно убивает волосы и так далее, и тому подобное. Какие-то мошки летают. Шампунь называется «Гладкий шёлк». Система защиты кератина для сухих непослушных волос. Ну, не знаю, они у меня не особо сухие и вроде бы как послушные, но мне любая серия этого шампуня подходит, хорошо очищает волосы. Так что, тоже потом, как попробую эту серию, я обязательно вам расскажу. Следующий тоже для волос. Это такой дуэт. Дуэт от Nivea. Nivea. Значит, шампунь эффектный объём, придаёт волосам впечатляющий объём. Экстракт бамбука плюс жидкий кератин для придания объёма. Я уже попользовалась им пару раз. Что могу сказать? Очищает кожу головы, ну, довольно хорошо. Немного даже так увлажняет. Про объём. Ну, волосы не как слизнички, конечно, да? Вот так по тебе облипают. Но и нет такого вау-объёма, как от, к примеру, какой-нибудь там Boost Up, который сейчас делают, да? Вот. Но, в принципе, нормальный шампунь, хороший объём. Я имею в виду самой банки. И к нему взяла ополаскиватель, якобы какая-то там новая формула. Ослепительный бриллиант. Придает волосам бриллиантов блеск, облегчает расчесывание микрочастицы бриллиантов плюс жидкий кератин для придания блеска. Обычный, среднестатистический бальзам из масс-маркета, который есть практически в каждой марке по уходу за волосами. Пахнет довольно приятно, как пахнет Нивея, я думаю, все знают. Что ещё про эту штукенцию можно сказать? Ну да, расчесывать более-менее легко, но вау-эффекта такого вот никакого нет, супер-разглаживания, чтобы прям расчесочка вот так вот шла и волосы к ней даже не прикасались. Такого нет, к сожалению. Вот. Но, в принципе, как обычный бальзам, использовать можно. Последнее из ухода, то, что я приобрела, это была вот такая термальная водичка от Виши. У меня небольшой объём, 50 грамм, там есть ещё больше упаковка. Мне такой, это, как сказать, travel size, очень даже нравится. Хороший распылитель, ничего не могу сказать. Очень так мелко-мелкодисперсно всё распыляет, хорошо. Для меня это вот на самом деле пока одна из самых лучших термальных вод. Я пробовала такие разные из масс-маркета. Там в подружке продавалась какая-то ещё в 36,6 аптеке. Какие-то недорогие, там, за 100 или 150 рублей. Эта термальная вода стоит где-то рублей 300. Вот эта маленькая баночка, это 300 или 350. Но она того стоит. И, в принципе, всем могу посоветовать. Очень мне она нравится. Освежаю лицо. Можно как и на мейкап, на пудру, чтобы усадить тональный крем или что-то такое. Либо просто как освежить, мне кажется, на лето даже хорошо, в путешествиях хорошо. В общем, и впервые в мир, и добрые люди. И из декоративки покупки тоже маленькие, как-то особо, ну, не было нужды что-то покупать. Первый, это опять уже в миллион раз повторяю покупку этого консилера от Revlon Colorstay. В общем, я уже миллион раз его показывала в своих видео. Ладно, покажу ещё раз. Я думаю, что если вы захотите такой купить, то на стенде Revlon, он такой один. Его, в принципе, искать труда не составит. У меня оттенок 01 Fair. Очень мне она нравится. Из таких бюджетных консилеров он, в принципе, мне понравился пока больше всего. Ну, ещё Evelyn мне тоже нравится. Хорошо маскирует какие-то... Ну, я в основном его использую от синячков под глазами. Вот. Очень мне нравится, я уже много раз о нём говорила. Бюджетный, качественный. И вторая покупка из декоративки. Это был... Я уже давно на него засматривалась. Видела его в видео у Еленочки 864. Она тоже расхваливала эти лаки для губ. И мне тоже захотелось попробовать. Тем более сейчас весна. Хоть с чего-то такого и новенького. Даже такого сочненького. Вот. Я купила себе от Yves Saint Laurent Rouge Pure Couture Glossy Stain. Это называется лак для губ. Сейчас я покажу его поближе. У меня в оттеночке 102-ом. Очень красивая лакомичная упаковка. Чем привлекает особенно люкс, и его хочется приобретать и покупать. Тем, что он очень красиво смотрится. Не стыдно достать из сумочки и на людях этим делом воспользоваться. Безумно красивая упаковка. Конечно, шикарная. У меня оттенок 102, как я уже повторилась. Консистенция безумно классная. Пахнет достаточно приятно. Что могу сказать? Очень удобный спонжик. Очень так приятно им распределять. Вот сейчас, чтобы свочные руки не делать, я эти перед началом видео воспользуюсь.